в этом видео мы с вами посмотрим новинки каталога 12 2023 года ну что ж поехали сама еще ничего не видела представляете сейчас мы с вами будем вместе распаковывать эту коробочку давайте же посмотрим что там за красота что же у нас какие новинки нас ждут итак первое что я вижу это новые шторки для ванной материал полиэстер размер 180 на 180 такие большие есть размер карамельный с артикулом 910 447 а есть размер серо голубой артикул 910 448 вы представляете 180 на 180 нормальный классный размер так открываем кстати они очень классно упакованы и подойдут как в подарок ну что ж смотрим это у нас подвески мы их прицепляем на палку да на палку и потом уже подвешиваем сами шторки все очень удобно и по классике давайте будем распаковывать смотреть значит лицевая часть у нас такая вот симпатичная изнаночная часть у нас с вами вот таким цветом то есть очень даже и красиво и приятно смотрится мне нравится на красиво ткань такая вот да слышите такая клеенчата тканевая так следующая шторка идет точь-в-точь такая же как я понимаю только немножечко другой цвет картикул 910 448 180 на 180 сантиметров тоже идут подвески в комплекте и вот такой вот классный суперский узор увидите как она смотрится от маленькой ванной большой ванной у меня одна душевая и одна ванная вот как раз таки узор в принципе очень симпатичный не вот голубая конечно больше нравится цветом чем теплая и так далее мы с вами посмотрим обязательно чек тут очень-очень много всего это практически все вип-новиночки на 144 балла и стоимостью 13000 рублей обожаю делать заказы обожаю новинки дальше что у нас с вами пойдет дальше это такие вот классные наборы раз уж мы с вами начали со шторок раз уж и нас с вами положили наверх такой вот суперский набор тоже очень классно упакован здорово будет подарить его на подарочек это у нас с вами вот такие вот хорошенькие наборчики по три предмета получается так и называется набор аксессуаров для ванны состав входит дозатор для жидкого мыла стакан для зубных щеток мыльница материал фарфор размеры дозатора 17 на 17 объем 320 стакан для зубных щеток 12 на 7 и 2 и мыльница 13 на 9 на два с половиной есть кремовые листья и серые листья как вы понимаете это под цвет нашим с вами шторка ой ну смотрите какая красота мне уже нравится ставите такие ставите шторку и как раз таки ставите такую вот красоту то есть она очень даже неплохо сочетается друг между другом то есть все как бы так лояльненько да видите тут листочки тут листочки узорчик получается просто великолепный так первое мы с вами посмотрели сейчас посмотрим дозатор дозатор тоже идет пупырки то есть он до вас будет доходить не разобьется ой ребята ну какая красота вы посмотрите как здорово очень все прям круто мне нравится наполняете и подзубные щетки да и подмыло жидкое очень красиво будет смотреться я считаю что это просто обалденный подарок да ведь такое будет одно удовольствие вообще в компании faberlic огромное количество новинок можно сказать и где же каталожно посмотрите как все классно упаковано для человеку будет приятно а это шикарная мыльница такая вот красотка тоже узор полностью укомплектована мне нравится прям супер да видите везде логотип faberlic home симпатично такой коробочке на этой коробочке можно что-то нарисовать можно во что-то обернуть подарить вложить открытку открыть может быть еще деньги положить все такое прочее так следующий у нас с вами наборчик будет уже под цвет вот этой шторки серые листья он будет называться 1700 рублей ценник это по цене каталога но все кто регистрируется в компании faberlic сразу же получают 26 процентную скидку а те кто делают заказ ежекаталожный на 50 баллов у них скидка 26 процентов представляете как здорово и так давайте будем смотреть этот набор так что у нас тут ой ну ребят мне уже нравится я вообще обожаю такие вот пыльные цвета которые действительно еще и сочетаются со шторками просто великолепно здорово посмотрите какой дизайн супер просто супер дозатор классный тоже откручивается тут все закручивается великолепно мне нравится так до закрывается тоже хорошо следующее это подзубные щетки красота так интересно а какой тут материал материал у нас с вами фарфор ребят очень классно это фарфор вот поэтому конечно да фарфор не может стоить дешево так давайте посмотрим мыльницу мы лица такая же как в предыдущем наборе все-таки голубое мне больше нравится хорошо что у меня две ванны я сейчас и там и тут заменю и вот такие новые предметы ванны которые друг между другом сочетаются все поднимают настроение когда есть что-то новенькое клевенько да у меня там стоит от faberlic еще зеленый набор получается следующая новинка вообще меня покорила очень приятный свежий аромат озоновый с нотой кувшинки и морским акцентом артикул 68 00 на нем указано что он не оставляет следов на одежде это действительно так я это все протестировала мне очень понравилось потому что я тестировала прямо на темной зеленой футболки и действительно я следов не вижу хотя вот так вроде бы как след остается на самом-то деле да то есть но на одежде следов нет представляете как здорово все великолепно он идет на 48 часов и вот эти все дезодоранты которые предыдущие и деликант green и cotton touch цветочные свежие ароматы я уже попробовал на себе и я могу сказать точно что они очень надежны это во первых и во вторых они очень нравится именно молодежи потому что у меня дочка их сразу себе забрала она не любит твердые дезодоранты которые у нас выпустились да вот я про эти сейчас имею ввиду она не любит шариковые вот эти вот дезодоранты да хотя мне лично без разницы чем пользоваться я вам серьезно это говорю она в принципе мой муж да тоже очень любит именно когда дезодоранты быстро высыхают оставляют легкий приятный аромат когда не оставляют на одежде никаких пятен и так далее то есть это кайф молодежи если можно так выразиться очень классный дезодорант прямо одобряю рекомендую и действительно испытала на практике на одежде он следов не оставляет что очень очень приятно и удобно следующая новинка это новые оттенки наших с вами теней которые можно наносить сухим способом и влажным способом трое новинок вышло 1 бронзовый восторг 56 747 второе это графитовое удовольствие 56 746 и третье это легкая романтика 56 семьсот сорок восемь пишут что это будет насыщенный пигмент и стойкость шелковистой текстурой легкой нанесения мерцающие классные оттенки ну что ж посмотрим с вами на самом деле деле это так сейчас я буду открывать первое открываем 56 746 и будем смотреть на эту красоту это классика классические такие классные оттеночки есть везде спонжик по которым можно наносить тени но я вот лично всегда предпочитаю кисточку давайте же будем делать сводчик так 1 2 муха какой угольный вы представляете так 3 более такой серый до серо-синий наверное я бы даже так сказала и 4 это такое какое-то не сильно блестящее серебро переносим в принципе переносится отлично просто великолепно мне нравится как бы цвета не хватает если вот из этого до делать глаз то хочется какой-то теплоты еще чего-то добавить но тут вот в том-то и дело что это просто вот такой получится холодный классный макияж прям симпатичный очень так сейчас мы с вами переходим к 56 747 палитре слушайте ну коробочки просто классные дарить это тоже будет здорово все уже упаковано можно просто сделать подарок и не обратила ваше внимание на шикарное просто огромное зеркало с помощью которого можно легко поправить макияж вот действительно прямо легко вот такая вот красота такие вот рыженькие оттеночки это уже такой получится очень теплый макияж блестящий макияж но не сверкающий то есть действительно будет что-то атласные давайте же пробовать так 1 2 мука переливается до золота 34 такая вот красота и давайте будем переносить 4 ну очень даже неплохо вообще здорово переливается мне нравится слушайте ребят сначала я подумала слишком тепло а сейчас мне кажется что очень даже здорово такие палетки вышли первое очень холодная вторая безумно теплая да ну цвета красивая конечно да следующие тени 56 748 давайте же посмотрим на этих красавчиков мне кажется они легко будут сочетаться друг между другом их можно легко смешивать и перемешивать вот это вот такая вот нежнятина да можно сделать дневной макияж а вечером добавить вот эти тени и уже получится вечерний да еще приклеить наши реснички от компании фаберлик вообще будет очень даже красиво и круто согласны со мной прям красота красота неземная очень красивые оттенки и причем такие можно сделать различные макияжи и вот этот вот цвет он вот придавать свежесть взгляду давайте с вами будем пробовать такая красота розовые очень приятно зеленый очень красивые и такой зелено-серый что ли тоже очень-очень классно переливается давайте будем пробовать снимать с вотчи очень красивый оттенок смотрите как переливается блестит супер просто супер так этот Вот такой более дымка, уже меньше блесток в нем. Так, этот тоже блестит, но больше атласный. То есть вот этот самый-самый блестящий. Ну и последний. Видите, какой насыщенный и пигментированный. Красота. Ну что ж, начнем тестировать с того, что мне больше всего понравилось. 56748. Действительно классная палетка. Я беру обычную кисточку, самую-самую большую, чтобы на подвижные века и так далее нанести этот вот розовый классный оттеночек. Сейчас будем смотреть, как он наносится сухим способом. Я думаю, что это очень-очень важно. Ну слушайте, покрытие просто супер. Я наношу без баз, но вы видели, что перед этим я наносила тональный крем. Хочется сделать посвежее. Я еще параллельно смотрюсь в зеркало, потому что мне это важно. На камеру все равно зеркалит, все равно не так. Так, ну что? Ну слушайте, невероятно такой приятный розовый оттеночек. Еле заметный, можно сказать. Но пальчиком можно нанести потолще получается. Но блестеть он прям так суперски он не будет. Он действительно атласный идет. Да? То есть прямо атласный, атласный. Века без теней, века с тенями. Я думаю, видно разницу, да? Следующий оттеночек. Мне хочется посмотреть, конечно же, вот этот вот. Использовать его как подложечку. Вообще, как затемнение. Посмотреть, как набирается. Что-то как-то не особо пока что. Ну, сейчас увидим. То есть это у меня самая такая легкая кисть для того, чтобы... А, нет, смотрите, ребята, отлично передают с тени. Так, смотрим, крошечка есть в тени. Ну, в принципе, это нормально для теней. Мне самое главное, чтобы я могла из них что-то сделать и чтобы они у меня не лепали. А крошечку можно легко подубрать. Или положить пудровую пушку, да? Как обычно все блогеры делают. И сделать неплохой вариант. Из-за того, что у меня тяжелое веко, я всегда, вот, ставлю тут и потом уже тушую по этому моменту. Потому что так мы не ходим. Да-да. Давайте посмотрим. Великолепно. Излишечки можно убрать этим же розовым оттеночком, да, получается. Очень даже симпатично. Под глазиком потом подотрем с вами. Ну, в общем-то, как подложка сработала великолепно. Здорово можно делать сам глазик. Я хочу сейчас попробовать кисточкой плоской для бровей сделать вот такую пыльную небольшую стрелочку. Посмотрим, получится ли. Нет, стрелочка не очень получается сухим способом. Только налепали под глазом. То есть он не сильно переносится. Сейчас уберем с вами то, что мы налепали. И потом будем продолжать дальше. Там много накопится. Так, понятно. Тогда мы с вами возьмем вот такую кисточку. Сейчас она есть, кстати, в продаже Фаберлик. То есть обычная кисточка. И просто попробуем нанести уголок глаза. На эту кисточку передается идеально. И очень даже много. Вот, пожалуйста, полувечерний макияж. Без всяких подводок, без всего. Тени. Подложатся они такой серой дымкой, не яркой. Я не могу сказать, что они очень круто передаются. Кисточкой не особо хорошо передается. Я прям это чувствую, что хотелось бы что-то более серьезное. Честно вам скажу. Вот, влажным способом еще пока что не пробовала. Да? То есть таким образом. Не знаю. Не могу сказать, что я довольна этим делом. Как бы в компании есть, можно так сказать, тени и получше. Давайте попробуем вот эти тени, которые сильно-сильно блестят, нанести все-таки на центр подвижного века. Посмотреть, как оно будет откликаться. И растушевываться. В принципе... Ой, не туда залезу. В принципе, неплохо. Да? В принципе, хорошо. Но я бы не сказала, что я из них могу там сделать контуринг век. Хороший там контуринг век у меня не получится с ними. То есть это не суперпигментированные тени, если их наносить сухим способом. То есть они мажут, во-первых, и наносятся легкой такой дымкой. И наносить их не так просто, как кажется. Вот. Все-таки визажисту попроще их наносить, да? Но вы не... Вот обычному человеку, мне кажется, их будет тяжеловато наносить. Они не сверхудобные. То есть хочется их доработать обязательно эти тени стрелкой. И хочется... Ну, ресницы, понятно, мы с вами не накрасили. Ну, давайте попробуем вот этот вот спонжик. Спонжик. И вот давайте еще раз попробуем. Самые-самые темные. Ну, вот да. Спонжиком же оно лучше кладется на веко. Но я не вижу того вот... Той фиксации, которая вот должна быть вообще на веке. Ну, то есть, ну, если вот спонжиком наносить... И потом тушевать кистью. Вот тогда будет неплохо. Так вот получается, да? Будет неплохо. И аккуратно. И все вот затемнено. Ну, сейчас посмотрим важный способ. Так, ну что ж. Я намочила, как обычно, своей любимой жидкостью для венц. Таким вот образом капнула. Да? И намочила. Видите, да? Сейчас у нас вот сырой способ нанесения. Хочется посмотреть, да? На сырой. Ну, сырой, в принципе, неплохой вариант такой. То есть, наносится, но не супер прям круто. Но он и не черный, чтобы хорошо нанеситься. Давайте посмотрим. Прорисуем сейчас стрелочку. То есть, да, стрелочка рисуется неплохо. Ну, вот влажным способом можно еще что-то где-то нанести. Но я не могу сказать, что я ярая поклонница этих теней. Потому что нужно с бубнами поплясать, чтобы сделать макияж. То есть, вот в этом моменте. И, видите, осыпались. Но, в принципе, осыпания у всех теней одинаковые. Какие бы я марки где бы ни покупала, я не могу сказать, что это прям критично. Тут ничего страшного нет. Стрелочка нарисовалась, в принципе. Вот, никаких претензий нет. Можно даже сделать межрисничку влажным способом. Оно покроется отлично. Да, то есть, но не больше. Ну вот, да, вот этот вот плотный оттенок, тон в тон, как вы видите, и появился тут навеки. То есть, хорошо все. Влажным способом идеально. Можно рисовать и потом дополнять это все легкой дымкой. На мой взгляд, тени сложно, очень сложно тушевать. Это, во-первых, да, что мне не понравилось. Во-вторых, сырым способом они наносятся отлично. Что, в принципе, и в прошлый раз они хорошо очень наносились. То есть, в-третьих, их сложно тушевать. То есть, они кладутся кучками такими вот. И тушуешь, сидишь очень долго. Конечно, там до царапания века не доходит. В-четвертых, вот на эту вот стойкую тоналку, которую я вам наносила до того, как, да, то есть, я ее нанесла. Вот эту вот, да, ультра ковер, да, ультра ковер фундейшн. Я ее нанесла. Из-за того, что она супер-мега-стойкая и осыпались тени на эту тоналку, я не смогла смыть, перекрыть, убрать это пудрой, еще что-то, да. То есть, нужно все-таки класть патч. И если пользоваться именно этими тенями, то нужно для начала сделать макияж глаз, а потом уже делать контуринг лица, тональный крем, там, бронзер, консилер, вот это все, да. Что еще хочу сказать, то, что цвет, если передается какой-то розовый, зеленый, то они до такой степени вроде бы тут хороши, но на глазах все, что я нанесла, я не вижу этого цвета, понимаете? Я не вижу этого цвета, я вижу, что у меня просто темно-серый, светло-серый макияж и так далее. То есть, вот, вроде бы на пальце он розовый, но при нанесении на глаз я не вижу прям такого супер-розового оттенка, он становится цветом кожи практически, да. То есть, понятно, что если я нанесу абсолютно белый, вот в следующей палетке, да, есть абсолютно белый оттеночек, давайте вот его, да, попробуем. То есть, разница феноменальная, и я, конечно, увижу огромную разницу, нанося его на веко. Сейчас я вот подтушую слегка, потому что он пальцем очень много берется, но это небольшая разница. То есть, розовый, он такой идет, я бы вам сказала, невесомый, очень сильно невесомый и такой прям шелковистый получается, да. То есть, вот поверх серебра, если уже розовый наносить, то, ну, видно, да. То есть, видно его, но не сильно, такой прям нежный-нежный получается оттеночек. Вот, что еще могу сказать? Ну, этими тенями, влажным способом я пользуюсь давно старыми оттенками, да, которые старые, это, понятно, что это новые оттенки. То есть, стойкостью я довольна, и из года в год я их могу вот таким образом наносить. Но сейчас появились стойкие карандаши для век, которые мне очень нравятся, и их даже не нужно припечатывать тенями. Они просто так держатся и безумно долго держатся, и я от них без ума. Поэтому я не вижу вообще, как бы, честно сказать, пользы от этих теней в своей косметичке, да. То есть, иногда какие-то цвета просто отсюда брать, что, ну, я как лизажист, у меня будет много оттенков, все. Не понравился мне такой способ нанесения этих теней, вот именно этой палетры. Так, сейчас давайте с вами перейдем вот к этой палете. Артикул 57747, вот эта вот рыженькая, да, палетка, действительно весьма симпатичная. Будем сейчас пробовать. То есть, я беру абсолютно чистые ручки и стараюсь нанести, получается, на веко. То есть, вот я нанесла и разношу. Вроде бы видно, тут холод холоднющий, тут такая вот прям теплота. Попробуем еще. Попробуем снизу на веко нанести. Будет ли красиво смотреться? Ну да, в принципе, неплохо так смотрится. Хорошо. Да, мне нравится. Вот эти вот светлые оттенки просто великолепные. Дальше будем пробовать наносить дальше. Я беру эту же кисточку, каким наносила, вот этот. И сейчас так, как подложку, буду использовать сначала вот этот рыженький тон. Ну, тоже ж, видите, кладется очень капризно. Но намного лучше, чем предыдущая палетка, кстати. Так, ну что ж, пойдем в тушевочку. Осыпалось вроде бы ничего. Так, сейчас вот тут пройдемся. Неплохо, да. Кстати, очень красивый цвет. Да, шикарно. Мне нравится. Так, дальше, значит, вот этот мы с вами рыженький использовали. И он на веки не как рыженький, а, знаете, такой очень приятный оттенок. Прямо по-другому совсем. Это у нас, значит, такой красно-коричневый, можно выразиться таким образом, поярче коричневый. Это у нас такой более золотисто-коричневый. Давайте возьмем, который поярче коричневый. Очень хорошо набирается. Ну, сейчас посмотрим. Мы его будем класть с вами в уголок. И протягивать по веку. Ну, слушайте, я взяла довольно таки много я его. Но мне прям нравится. Чуть-чуть хочется протянуть, на тяжелые века заехать. Так. Ну, вот эти тени, да, достойный вариант. Еще хочется их оттушевать слегка, вот эти вот границы. Чтобы было лучше. Так, ну и последний. Сейчас будем с вами оттеночек пробовать. Вот такой красноватый. Давайте посмотрим красноватый оттеночек. И еще больше сюда в глубину положим. Так, кладем. Ну, слушайте, красноватый прям дает цвет. Но он вот у меня слегка, очень-очень не сильно осыпался. Это вообще нормально для теней. Так, и вот этот, значит, вот этот вот сыплется немножко. Смотрим. Так, и сейчас займемся тушевочкой. Я наношу более плотной кисточкой, а тушу и более такой неплотной. И если я привыкла с светлым оттенком из палитры убирать излишки, то тут я их никак не уберу, потому что она слишком рыжая. Поэтому я возьму сейчас на данный момент подру. Она называется Wet n Drive Perfect Me. Она тоже наносится влажным и сухим способом. И излишки уже буду убирать вот именно тоном 65-33. Это тоже мой тон, мой оттеночек. Вот. Ну что ж, поехали тушевать. Ну, слушайте, такое какое-то зарево получается, как будто несколько теней прямо наложила я. Приятное такое зарево. Так, сейчас нужно убрать обязательно все излишки. Попробуем пудрой. Но я сомневаюсь, что получится. Получается. Это менее капризная палетка. То есть получается слегка. Все равно вот то, что осыпалось, оно, к сожалению, тут остается. Ничего не сделаешь. Чтобы макияж не был грязным, нужно сначала глаз сделать, потом тон. То есть все таким образом и есть. Так, сейчас в самый темный оттеночек я, как обычно, добавлю свои жидкости для линз. И посмотрим с вами. Так. Беру. Смотрю. Вроде бы неплохо. Но как-то как будто влаги не хватает еще. Будем подводочку этим тоном делать. Так. Вот, видите. Сырым способом просто наивеликолепнейшее делается, да. То есть давайте, поехали. Так. Боже мой, ну что за плотность. Слушайте, ребят, чудо. Знаете, почему? Потому что они сухим способом нанеслись практически такой же плотности, как влажным способом. Мне вот это очень понравилось в этой палетке. Прям могу ее вам порекомендовать. Если вы любитель сначала сделать макияж, глаз, а потом уже тон и основу. Вот это да. Вот это хорошо. Потому что влажный способ, как вы видите, делает так, что мы с вами можем, во-первых, сделать стрелку такую невесомую, классную, да. Вот, кстати, она быстро высыхает. И протянуть стрелочку получается. Очень неудобно делать на телефон, но мне вроде бы нравится. Так, ну что скажете? То есть такая невесомая стрелочка получается, как будто вы ее вот тенями и нарисовали. То есть она не как от карандаша, она просто лучше, да, то есть лучше легче. Вот. Не могу сказать, что тени мне прям понравились, что я им не прям удовлетворена. Честно, не могу прямо сказать этого. Я им поставлю, вот если по пятибалльной шкале, то троечку. На самом деле есть тени в компании Фаберлик лучше. Если честно, я не могу сказать, что они мне прям в 100% удовлетворили по нанесению, по растушевке и так далее. Сейчас посмотрим, как они смываются еще муцеллярной водой. Так, ну что ж, поехали. Ну, так я знала. Одним движением теней не стало. Да, ну это без туши, конечно же. Ну, то, что нанесено влажным способом, оно, видите, зафиксировалось. Но я вам говорила, что влажным способом подводки от этих теней держится безумно долго, хоть весь день. Они не крошатся, не осыпаются. Так оно, в принципе, все и есть. И иногда, когда не хочется делать суперточный макияж, да, там, с графическим каким-нибудь дизайном, то стрелки получаются просто бомбезны. Ну что ж, неплохо, неплохо. Ну и эти тени, я уверена, будут абсолютно так же наноситься. Ну вот они, раз и все. Где успела высохнуть, уже тоже. Ну то есть, таким вот образом. Хороший вариант. Ну вот эта, конечно, палетка мне больше понравилась. Ну что ж, посмотрим с вами третью палетку. Так, ну и попробуем еще такую вот бело-черную палетку. Вполне даже ничего, мне кажется. Такая была. Может быть, ее усовершенствовали каким-то образом. Вот я вам показывала белые тени. Они очень плотно кладутся на веко. То есть, сейчас я вам положила их и растушую чистой, новой, свежей кисточкой. То есть, таким вот образом растушевала. Их нужно и сюда класть. Если не пальцем, то намного меньше получается пигментация. Если пальцем, то намного больше пигментация. Но это, я думаю, так всегда с подвижным веком. Так, значит, нанесли тени. Излишки мы потом уберем, потому что тут у меня уже, как вы понимаете, макияжа нет. Вот, потому что я его смыла. Так, дальше. Давайте попробуем серебристый. Если взять кисточкой серебристый. Значит, тут я его нанесла. Так. Ну, кстати, тоже хорошо кладется. Мне нравится. Ну, как подложка не получится. Он, скорее всего, знаете, для чего вот такое серебро? Для того, чтобы нанести тоже на века, на подвижное, чтобы получилась нежная королева, наверное. Вот только так можно, наверное, и перемешать. Посмотрим дальше. Серый и черный. Вот я не знаю, если между ними разница, между серым и черным. Ну, как бы она есть, но надо посмотреть. То есть, сначала берем серый. Кладем в уголочек. Ну, вот серый, как серый. Ага. Ну, то есть, такой, невыраженно пигментированный. Ну, давайте черный попробуем. Не знаю даже, что получится. Черный тоже не особо. Кладется. Вот. Ну, сейчас будем тушевать, увидим. Давайте еще снизу сразу подведем. Черный довольно таки неплохой. Беру чистую кисть и начинаю тушевать. Да, грязи очень много оставляют. Я привыкла, конечно, к меньшему количеству грязи. Хочется потом вот это вот все осыпавшееся просто вытирать уже мицелляркой. Слишком сильно они сыплются. Слишком сильно они блестят. И слишком сложно ими сделать ровный, красивый макияж, который будет аккуратно смотреться. Я не знаю. Мне все тени в компании нравятся. От всех кайфую, от этих нет. Это, наверное, единственная марка вот теней, которые вот действительно не заслуживают такого вот внимания. Да, они блестят, да, они клевые, классные. Но сначала макияж, да, а потом контуринг. Эти на четверочку. По типальной шкале прям четверочка. Предыдущие троечку поставлю. Вот. И то из-за того, что белые оттенки классные и пигментированные. То есть, ну, вот осталось тени накрасить. И влажным способом я хочу еще попробовать сделать подводку угольно-черных. Но эти тени прям угольно-черные. Вот посмотрим, что они нам дадут. Какой эффект. Так. Набираю. То есть, видно, да, что набирается много. Ну и поехали. Угу. Ну, прямо угольно-угольная такая подводка. Прямо мощная получается. Честно это сказать. Так. Ну, вот. Ну, это, конечно, чересчур. Мне не нравится. Хочется растушевать и, как обычно, осыпавшиеся убрать. То есть, таким вот образом. Не кальхануло. Честно вам скажу. Осыпается. Тушуется не очень хорошо. Как бы слишком резкие. Ну, подводка, в принципе, легла хорошо. Я вот вижу, прям хорошо легла подводка. Великолепно. То есть, подвелись. Потом подтерлись. И она у вас будет весь день. Это 100%. И потом уже начали наносить, да, там, свои пудры, тоналки. То есть, пошло-поехало уже. И будет очень даже симпатично. Прям симпатично будет. То есть, вот эта вот черная подводка прям на ура встала. Очень хорошо. Видите, да, влажным способом. Прям великолепно. Осталось подкрасить реснички или наклеить реснички, да, в фаберлик, что вам больше нравится. И пошли-поехали. Но не могу похвалить прям на 100%, что это вау. Не буду. Следующая вид новиночка – это сыворотка-активатор для лица 30 мл. Она защищает кожу от ревного воздействия окружающей среды, предотвращая повреждения клеток эпидермиса. Успокаивает и уменьшает раздражение. Обладает антиоксидантными свойствами. Она идет для любого возраста и содержит биокапсулы с клетками Эдельвейса, которые предотвращают появление морщин. Это очень такой, знаете, средней плотности крем. Очень приятный у него идет аромат. Она идет на серии на основе клеточных концентратов жаснина, ириса, туберозы и Эдельвейса. Что нравится? Нравится то, что он быстро впитывается. Нравится, что он не скатывается. Мне очень, прямо очень люблю средства, которые не скатываются. Нравится, что он освежает кожу сразу, и, наверное, в течение какого-то времени тоже будет освежать. Но об этом я вам, конечно же, по-честному расскажу в своих уже пустых баночках. Все вы знаете, есть у меня такая рубрика. И, конечно, Блюм – это совместная разработка лаборатории Фаберлик и Франции. Все мы с вами это помним. И, конечно же, когда большие компании объединяются, это просто супер-мега-класс. Когда идет объединение во имя красоты. Ну что ж, очень нравится. Шелковистый такой классный крем. Средней плотности. Он не жидкий, но и не густой. Хорошая очень сыворотка, которая подойдет, на мой взгляд, под любой крем. Прямо абсолютно под любой. Поэтому заказывайте, пользуйтесь. Мне кажется, что лицо будет намного свежее и приятнее. Следующие – это такие вот красавчики. Смотрите, какие стильные. Это у нас с вами идет концентрированный тональный крем. Ультра Ковер Фундейшн. Он идет всего лишь 20 мл. Стоит очень даже недешево. Это уже не масс-маркет серия. Первый оттенок фарфоровый, слоновая кость. Потом натуральный бежевый. И заканчиваем песочным. То есть на любой вкус и цвет. Что он вообще нам предоставляет? Это высокую плотность, совершенное покрытие нон-стоп. Также оставляет бархатистый матовый финиш. Мне вот это очень нравится, когда идет бархатистый матовый финиш. Давайте будем с вами вместе его открывать. Все идет в индивидуальной упаковке. Это тоже супер-мега-здорово. Также в составе идет витамин Е, который идет как мощный антиоксидант, который защищает кожу от пагубного воздействия окружающей среды. Я думаю, нам с вами в нашем 21 веке все это очень даже нужно. Вот так вот постепенно, по чуть-чуть он выходит из тюбика. То есть расход будет экономный. И, конечно, максимальная концентрация одной маленькой капли хватает на все лицо. Ну что ж, будем пробовать. Сейчас у меня в руках тон 67-48. Это песочный. То есть самый-самый темный. Но, вы знаете, довольно таки неплохой крем. Он действительно очень плотный. У него мега плотное покрытие. Слушайте, ребят, мне очень нравится. Это вообще огромная редкость, чтобы родинка на руке ушла с такого маленького покрытия. Ну, он, конечно, не темен. Это факт. Он очень темный, это факт. Но дело не в этом, а в том, что у него действительно очень хорошее перекрытие идет. Мне нравится. Прямо на пятерочку. Так. Великолепно. Так, запах. Слушайте, он практически ничем не пахнет. Да, то есть очень нравится. И родинку, это очень один из немногих вообще кремов, которые могут перекрыть родинку. Вот это, конечно, класс. Так, следующий. Быстро открываем. Быстро научились. Он маленький, но получается, что он концентрированный. Чуть-чуть выдавили. Значит, это у нас 67-46 артикул. Слоновая кость. По идее, это мой должен быть крем. Будем еще пробовать с вами на лице. 67-48. Покрытие супер безумно плотное. Я таких тональных кремов в Фаберлик не встречала. Это абсолютная новинка. Ни на что не похоже. Это не перевыпуск чего-то, то, что было до этого. Это прям новинка из новинок. Так, дальше. 67-47. Это идет у нас с вами натуральный бежевый. Давайте же будем открывать. Натуральный бежевый. Мы нанесем сюда. Ух ты! Как много я нанесла, ребята. Так, натуральный бежевый. Но он тоже идет мне слишком темный. У него есть слегка такой желто-розоватый какой-то подтон уже. Если песочный, да, он такой прям темный, то этот такой розоватый. Но зато моим любимым подписчикам будет очень хорошо видно. Смотрите, да, вначале он вроде бы как блестит, но когда его разносишь, абсолютно бархатная кожа. Прямо абсолютно бархатная. Вот это мне, конечно, очень-очень нравится. Следующий оттеночек, самый-самый последний, у нас с вами идет, я так понимаю, фарфоровый 67-45. Я его ждала больше всех, потому что я очень светленькая. И, конечно же, мне вот этот, получается, фарфоровый 67-45, я уже вижу, что это мой оттенок. Но я буду делать две капельки его и капельку вот этого или этого, потому что он слегка же, слегка же светловат. Да, то есть, ну вот, да, вот это 100% мой. Он идет прямо с такой ярко выраженной розовинкой, он будет придавать свежесть моему белесому лицу. То есть у меня лицо очень-очень светлое, руки очень-очень светлые, как вы видите. И вот именно вот этот оттенок, давайте сейчас на эту руку его перенесу, да, именно вот этот оттенок, боже мой, какое плотное покрытие, ребят, обалдеть. Именно этот оттенок мой, видите, он слился с кожей, его не видно. То есть, вот эта вот красота моя. Ммм, какое классное покрытие, ребят, мне очень нравится. Сейчас будем все это испытывать еще на лице же, посмотрим, какая у нас тут красота. Ну, в общем, я его одобряю, потому что покрытие классное, финиш матовый, лицо не блестит, надо его действительно совсем чуть-чуть, маленькую капельку, не такую кучу. Понятно, что я столько выдавила только по той простой причине, чтобы вам все было видно и понятно, да, то есть много выдавила, много разнесла. Очень люблю смотреть, как они себя ведут, когда их перемешиваешь, какой получается цвет вообще, оттенок. Для меня это очень-очень важно, как для бывшего визажиста, я очень люблю что-то перемешивать, смешивать. И девчонки, мне, кстати, очень часто в обзорах говорят, спасибо за то, что ты перемешиваешь, потому что мы уже видим, что нам заказать, да. То есть, видите, вот этот очень розовый, он прям розовый-розовый, а получился такой приятный натуральный финиш. Это вот я все четыре смешала, также можно смешать и два. То есть, вот такая вот красота. И причем, когда вы пришлепываете, то уходят родинки, практически уходят, а чтобы перекрыть родинку, надо очень много времени. Ну все, этот готов обзор. Ну что ж, начнем с 67,45. Давайте будем еще раз наносить его на руку. Вот такая вот красота, да, как вы помните, и это мой-мой прямой оттеночек. Просто шикарно. Давайте же будем его набирать и стараться наносить. Покрытие просто обалденно сильное. Он, кстати, очень так, знаете, туго наносится. То есть, его надо прям как пластилин разносить по лицу. Перекрытие просто бомба, ребят. Как вы видите, перекрытие просто обалденное. Мне очень оно нравится. Его нужно брать по чуть-чуть и сразу-сразу стараться разносить. Слушайте, ребят, перекрытие такое, будто бы я, я сейчас еще в зеркало смотрюсь, будто бы я уже нанесла тональный крем, а поверх его консилер. Вот серьезно. Не знаю, как оно будет, не будет сушить кожу. Я еще буду снимать видео, выкладывать свои сторисы на своем телеграм-канале. Не забывайте на телеграм-канал подписываться, потому что там у меня как-то больше возможностей делать контент, потому что YouTube стал очень капризный, очень много чего удаляет. Поэтому я уже не претендую на YouTube и стараюсь все выгружать именно в телеграме и в своей группе ВКонтакте, которую запускаю в таргетированное продвижение, в рекламу. Вот что скажу по тональнику. Можно было нанести его и меньше, то есть вот это слишком много, сколько я выдавила, да, то есть это очень приятно. Он супер-мега экономичный, это во-первых. Во-вторых, хочется действительно слегка чуть-чуть убрать излишки. В-третьих, не нужен консилер. Понимаете, это просто наишикарнейшее мое наблюдение. Сегодня консилер тупо не нужен. Даже можно замаскировать какие-то отдельные штучки. Очень мало видно родинку, хотя я старалась и разносила его тонким слоем. И сегодня я наносила наш любимый тональный крем зелененький, да, театрю. И могу вам сказать, что когда я его наношу, есть блеск, который я перекрываю пудрой. Плюс ко всему он так круто не перекрывает. И я наношу вдобавок к нему консилер. А тут просто, понимаете, мне не нужен консилер под глаз. Мне не нужен консилер на отдельные прыщички. И когда он высох, я чувствую легкую липкость. Но я понимаю, что сейчас он в течение 15 минут будет укладываться. И вот этой липкости ее на лице не будет. В общем, я в шоке, абсолютно, в абсолютном шоке. Такого крема в компании Фоберлик точно не было. Это 100%. Я первый раз познакомилась с продуктом, который мне нравится абсолютно. Очень-очень нравится. И причем еще очень много остатков осталось, которыми можно убрать отдельно какие-то точечки несовершенства, которые практически сразу исчезают прямо на глазах. Я прям в восторге. Вот до этого был CCDT BB. Какой там крем был? Напомните мне, пожалуйста, в комментариях. То есть он мне понравился, но он так не перекрывал. Круто и классно. Этот же, ну, просто я не знаю. Прямо с первого применения уже мой фаворит. Действительно мой фаворит. Так, ну и давайте посмотрим все же песочный с артикулом 67-48. Вот он у нас с вами есть, да. То есть до какой степени он получается темный для меня. Вот. Я возьму его совершенно чуть-чуть, да, как вы помните. Возьму ту же самую кисточку сейчас, да, вот 67-48. И попробую сюда его нанести. Он намного уже, как вы видите, темнее. И им проще сделать скульптурирование. Я его дорасходую, но больше я его заказывать не буду. Он такой более темный. И просто вот действительно его можно наносить куда-то на щечки или еще что-то, да. И вы видите, легкая такая делина пошла уже контуринга. То есть это для меня слишком темный получается. Так, слоновая кость, я так понимаю, будет идеально на меня смотреться. Давайте попробуем 67-45. Вот прямо вот на щечку нанесем. Посмотрим, да, разницу. 67-45. То есть вот он такой. Он для меня темноват, желтоват тоже. Но можно отрегулировать светлой пудрой. Не критично. Да, как вы видите, не критично. Как бы неплохой такой вариант. Шикарно. Напрочь убивает все синяки, если они есть, да. Вот если вот так провести, видите, вот ногтем сковырнуть, он очень плохо сковыривается, видите. И мне его было очень сложно смыть. Я пять раз намыливала и смыливала руку. Понимаете? Пять раз. Сейчас еще будем смотреть, как он работает с мицелляркой. Но я бы не сказала, что он не мой. Нормально. Нормально смотрится. Но все-таки хотелось бы получше. Мой это именно фарфоровый тон. Ну, вот. И 67-47. Это у нас с вами идет натуральный бежевый. Давайте его сюда нанесем. Да, натуральный бежевый. Вот он, видите, он такой. Для меня он лично, да, то есть желтоват. Даже если его разносить по-хорошему, по лицу. Видите, я прибивающую кисточку делаю. Иначе пойдет полосочками. Сразу видно, что лоб желтоватый. То есть вот таким образом. Посмотрим. Сейчас. Ну, это уже, конечно, излишки. Я бы даже спонжиком нашим с вами отрегулировала. Спонжик 910-243. Брала бы излишки. Прям сухим. Не стала бы его намачивать. Вот. Ну, в общем-то, как-то вот так. Все-таки мой слоновая кость. Израсходую всех. И перейду на слоновую кость. Не зря компания Фаберлик, честно-то сказать. Да, не мой оттенок, слишком желтый. Не зря компания Фаберлик распродавала предыдущий стойкий тональный крем, которого я схватила две штуки. Переживаю, что такого крема больше не будет. Этот даже лучше. Смело берите, покупайте. Своим покупателям говорите про это. Слушайте, он даже татуаж перекрывает через чур хорошо. Да, то есть хочется татуаж вернуть. Да, даже с татуажем справляется. Не то чтобы с прыщами. Прыщи вообще покрыты. Покрыты очень сильно. Но слой на мне, конечно, сейчас толстый, честно вам скажу. И хочется, конечно, подубрать. Потому что я не ожидала, что он будет до такой степени, такая маленькая капелька, будет до такой степени плотный. Еще раз повторюсь, он очень экономичный. Плюс сейчас у нас жара. Я выключила кондиционер, чтобы не мешать, чтобы видео было без посторонних шумов. И я вам могу сказать, что я вспотела. У меня было сыро тут, сыро на лбу. И прямо на сырой лоб, да, влажный такой. Вот тут было капелек 5-6. Я нанесла, и он не размазался, он не отпечатался. Нету каких-то, знаете, вот этих вот подтеков, еще что-то. Прямо на потное лицо в жару нанести. И я не вижу абсолютно никаких недостатков по его нанесению на лицо. Вот это мне, конечно, очень понравилось. Это для меня, можно сказать, ценнее всего. Потому что очень многие тоналки, они ведут себя не очень красиво. Они текут. Текут во время жары. А тут они не текут. Я не вижу. Если мне что-то не понравится, я, конечно, в сторисах еще, в телеграме расскажу. Повторюсь, да. Но, честно-то сказать, я прям в диком восторге. Не знаю, конечно, можно ли такую плотность навеки наносить. Но мне нравится. Прямо одобряю и рекомендую. Прямо вот пока все отлично. Пока никаких претензий вообще нет. Не к объему, потому что он очень экономичный. Вообще никаких. Не к тонам. Потому что все тоны я смогу израсходовать. И с превеликим удовольствием я их израсходую. Не к цветам. Цвета клевые, классные. Нет там ярко выраженных жирных оттенков, белесых. Тосы, знаете, вот это все. То есть цвета такие универсальные. И даже если вы ошибетесь с тоном, ничего страшного. Вы пудрой это можете очень быстро отрегулировать. Потому что он, когда разносится, создалось впечатление, что он подстраивается под цвет вашей кожи. Вот это не заявлено в каталоге. Но я вижу, что он как будто бы подстраивается. Вот сейчас я с вами посидела. Во-первых, он не окисливается, не рыжит, ничего. И я уже не вижу разницы между лбом, где я нанесла более желтый цвет, да, вот видите. И, допустим, вот тут щекой. И, допустим, вот тут. Все слилось и стало одинаковым. И не видно, что на лице 4 разных тональных крема. Ну, это как-то вот, не знаю. Это очень удивительно. В общем, ребят, этот тональный крем действительно стоит своих денег. И действительно я его рекомендую. И вы ни за что не пожалеете, что совершили такую покупку. И вы, конечно, знаете, что я очень редко так прямо интенсивно что-то хвалю. Я прям горжусь компанией Фаберлик, что изобретена такая вот шикарная новинка. Следующее мыло очень классное. Это фигурное туалетное мыло Бегемотик, которое бережно очищает нежную кожу, не пересушивая ее. И делает процесс купания по-настоящему веселым и увлекательным. Согласны? Ну, все хорошенькое такое, клевое. И оно, кстати, по ощущениям уже, да, чувствуется, что мягкое, что не будет пересушивать. Но мы еще, понятно, что пока что не пробовали. Но оно подходит для детей от 3 лет, как указано на сайте. И также оно имеет нежный кремовый аромат. Ну что ж, привет, привет! Будем радовать детей. Артикул 29,56 и вес 60 грамм. Ну, какой нормальный, полноценный вес. Пахнет действительно очень-очень приятно. Красота прям вообще. Ну что ж, мои дорогие, обзор получился и так очень длинным. Остальное, мне еще пришло 3 коробки продукции. Плюс это по акции коробочка. Я для вас сниму в следующем обзоре. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, что в следующем каталоге дарит компания Фаберлик всем новым покупателям 500 рублей. А самое классное, начать свой бизнес с клевого подарка. 500 рублей тоже классные деньги. Можно купить, например, себе практически тригеля для душа. Это здорово. Ну что ж, всем пока-пока.